Совет первый. Не парьтесь о внешности. Есть те, кто не думает об этом. Почему так? У них хорошая работа, красивый партнер. Реальность такова, что они думают, что внешность не главное. И это может случиться с любым из нас. Я имею в виду, что многие из вас, кто работает дома, не одеваются как на работу. Зачем? Чистая футболка, приличный фон в зуме, и вы готовы. С этим новшеством приходит много свободы. Ведь никто не знает, что на тебе нет штанов. Но ты знаешь об этом. Ваша уверенность и отношение к себе зависит от того, как вы одеваетесь. Даже если вы никуда собираетесь одеваться аккуратно. Это влияет на ваше мышление, которое задает тон на весь день. В сегодняшнем видео я расскажу, как выглядеть лучше, когда вы становитесь старше. Думаю, многие знают скалу Дуэйна Элизондо Дьюк Герберт Камачо. Как будущий президент США в фильме «Идиократия», он выводит страну из большой нехватки Борритто в 2505 году. Терри Крюс, который его играет, нравится мне как комик и актер. Многие думают, что он от природы забавный парень, но это не так. Ранее он шесть лет состоял в национальной футбольной лиге, но он не мог найти себе место и команду. В конце 90-х годов он решил поехать в Голливуд. Попробовать что-то новое и начать все сначала. В течение двух лет он пытался получить роли. В конце концов, его настойчивость начала купаться. В 2004, 2005, 2006 он получает маленькие роли. Он не был типичным актером, а мне нравятся необычные комедии. Особенно те, где внешний вид сочетается с необычным комедийным стилем. Реклама «Олдспайс» в конечном итоге привела его к другим ролям. Например, к роли в сериале «Бруклин 9.9». Почему я говорю о Терри Крюзе? Потому что мне нравится, как этот парень изобретает себя заново. Не бойся менять жизнь, стиль, себя и то, к чему ты стремишься. Потому что тот, кто все меняет, не застревает в колее и не попадает в ловушку прошлого. Знает, что может пойти в новом направлении. Это может быть как страсть начать новое дело, или что-то простое, вроде смены привычных кроссовок на западные ботинки для прогулки. Дело в том, что у человека, который может измениться и идти за тем, чего он хочет, его мечты будут намного привлекательнее, чем у того, кто застрял в колее. Следующий совет – смените парикмахера. Получите второе мнение. Когда вы путешествуете, сходите к стилисту в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Вы сможете иначе посмотреть на свою прическу. Вы каждый раз тряжетесь одинаково. Экспериментируйте. Если у кого-то из вас выпадают волосы, то решение есть. Следующий совет – не бойтесь менять стиль одежды. Одежда, которую вы носили раньше, вряд ли будет смотреться лучше на вас с возрастом. Допустим, вы занимались в тренажерном зале в свои 20 лет. Сейчас вы работаете намного больше, и ваши мышцы увеличились, или наоборот, вы потеряли мышечную массу и начали бегать. Те джинсы, которые отлично смотрелись на вас, когда вы занимались в тренажерном зале, не будут так же хорошо сидеть на вас сейчас. Вам захочется поискать ту одежду, которая будет дополнять ваше нынешнее телосложение. Позвольте внести ясность. Я не говорю, что вы должны перестать тренироваться. Однако с возрастом вы все равно потеряете форму, потому что к 40-50 годам тело изменится. В этом случае вы можете просто изменить бренд, но не тип вещи. Выберите то, что дополнит ваш внешний вид. И чтобы подкрепить этот последний пункт, скажу, что сейчас самое время нанять тренера, или найти приятеля для тренировок. Легче быть в форме, когда вам за 20, чем когда вам за 30-40 лет. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для себя – нанять тренера. Они могут посмотреть на вашу форму, познакомить вас с новыми упражнениями и тренировками. Вы можете даже начать кататься на беговых лыжах. Раньше я не думал о таком, но это здорово. Я тренируюсь, знакомлюсь с новыми и интересными людьми. Вы сами этого не сделаете, если не возьмете на себя обязательства. Так что найдите кого-то в качестве мотиватора. Найдите тренера или клуб, в который вы можете вступить. Джентльмены, нажмите кнопку «Нравится». Когда вы нажимаете кнопку «Нравится», какой-то парень где-то перестает носить туфли с квадратными носами. Теперь о волосах. Что если ваши волосы начнут сидеть, или кожа станет светлее из-за нехватки солнца? Это нормально. Поэтому вы также можете изменить цвета в своем гардеробе. Многие парни не думают, что светло-серая куртка, которая смотрелась на тебе, когда тебе было 20 лет, сейчас отлично смотрится на тебе, когда тебе за 40. Потому что серый цвет действительно великолепен. Постельные тона отлично подойдут, потому что хорошо смотрятся с вашим новым цветом лица. Следующий совет, чтобы с возрастом выглядеть великолепно, не бойтесь обновлять свои аксессуары. Когда вам было за 20, вы купили часы за 100 баксов, и они прослужили 10 лет. Но теперь, когда вы зарабатываете хорошие деньги, почему бы не купить роскошные часы? За 1000 долларов, а не за 20. Да, это тоже дорого. Но это инвестиция, семейная реликвия, которую вы передадите. Вы хотите обновить кожный портфель, который вам передали? Тогда отремонтируйте его, или обновите. Выберите то, что действительно соответствует вашему стилю. Внезапно вы добавляете его в свой повседневный образ, и это действительно улучшит ваш внешний вид. Следующий совет, чтобы выглядеть великолепно, когда вы станете старше, позаботьтесь о своих зубах. Когда тебе за 20, вы делаете базовые вещи, чистите зубы, и иногда посещаете стоматолога. Но когда вам за 30, или вы пьете много кофе, ваши зубы начинают окрашиваться, поэтому отбеливайте их. В этом нет ничего плохого, есть возможность сделать это дешево. Также нужно, чтобы ваши зубы были ровными. Мне предстоит пройти процедуру по выпрямлению зубов. Есть косметическая причина, по которой я хочу привести свои зубы в порядок. Кроме того, мой стоматолог сказал, что это делает мои зубы более долговечными. Это правильная инвестиция в ваши зубы, потому что ваши зубы могут расти криво, и в конечном итоге они больше стираются, ломаются, и выпадают, независимо от того, насколько хорошо вы их чистите. Я знаю, что выпрямление зубов улучшит мой прикус и позволит зубам прослужить дольше. Следующий совет, проводите процедуры по уходу за собой. О чем я говорю? Соблюдайте личную гигиену. О ваших ногтях, волосах, вылезающих из ушей и носа. Позаботьтесь об этом, прежде чем это станет проблемой. Когда вам за 20, вы делали это часто, но когда вам за 30, вы замечаете, что волосы растут быстрее. Позаботьтесь об этом до того, как люди это заметят, пока это не стало проблемой. Итак, что я пропустил? Я не говорил об уходе за кожей и ароматах. Дайте мне знать в комментариях ниже, что должно было быть в этом... Дайте мне знать в комментариях ниже, что должно было быть в этом видео. Какое видео смотреть дальше? Прически за минуту. 9 причесок, если быть точнее. Буду держать, пока не нажмешь. Магическим образом. Переходи. Ты можешь это сделать. Проверь сам. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok